В предыдущем видео мы подробно показали, как правильно собрать аквариум. В нынешнем мы постараемся рассказать о том, как его красиво задекорировать, подготовить и заселить в него рыбок. Декорирование аквариума, пожалуй, самый приятный этап работы. Здесь все зависит от вашей фантазии. Но приятность не компенсирует нам ту же точность и ответственность за будущих жителей, что сопровождало нас на протяжении всей проделанной работы по сборке стеклянной емкости. Поэтому к работе подходим не менее ответственно. Запуск аквариума процесс недолгий, всего лишь один час, но торопиться на этом этапе не следует. Наш аквариум является двусторонним, то есть он будет установлен в стенном проеме. Это сильно усложняет задачу, так как красоту, скажем так, нужно наводить как с одной стороны, так и с другой. С учетом жесткости местной воды, в нашем случае вода жесткая, при данных соотношениях длины и ширины аквариума, наиболее подходящим для него является вариант оформления так называемое псевдоморе, то есть аквариум цихлидник для маловицких цихлид. Именно этот вид оформления позволяет поднять декорации достаточно высоко, разместить их посередине аквариума. При двустороннем просмотре нам потребуется создать завесу из пузырьков воздуха, что визуально разделит аквариум на две смотровые стороны. В этом нам поможет фильтр для очистки воды. Также нам понадобится терморегулятор для поддержания определенной температуры в аквариуме. Перед отъездом на место установки определяемся с экспозицией. В роли экспонатов наш выбор пал на песчаник, имеющий множество укрытий для будущих мальков рыбок, обломок пиратского корабля, некогда возвращавшегося с сундуками золота, ну и различные искусственные водоросли. Вариант первый. Скалу установили в левом углу. Корабль чуть ближе к правому. Вокруг располагаем водоросли в количестве шести штук. Если хочется придать истории, прибавив возрасте, можно водоросли посадить в окне корабля. Как будто бы корабль потерпел крушение, находится на дне не первый год, и поэтому оброс водорослями. Вариант номер два. Скала у нас по-прежнему находится в левом углу, а вот история крушения корабля чуть потерпела изменения, чем спровоцировало его новое местонахождение на дне аквариума. Теперь обломок находится на скале. Но история эта просуществовала недолго. Вариант номер три. Здесь изменения потерпели как скала, так и корабль, который при уходе ко дну разбил от своего удара скалу, тем самым создал наиболее симпатичную экспозицию для аквариума. Соответственно, после таких изменений, местоположение водорослей тоже меняем. Кажется, мы и пришли к наиболее подходящему нам дизайну аквариума. Пожалуй, на варианте номер три мы и остановимся. Для того, чтобы ваш аквариум смотрелся эстетично, оборудование, необходимое для поддержания жизни в нем, лучше будет спрятать. С этой задачей хорошо справится декоративный грот для аквариумов в виде коряги. Важно в декорации двух сторон не повториться, даже если разница будет несущественной, но она должна быть. Поэтому с первого раза может не получиться, и лучше опробовать все возможные варианты. Экспериментируйте с количеством водорослей, с размерами, цветом. Добавляйте различные декорации, включите всю фантазию, и вы обязательно придете к тому, что нужно. Устанавливаем аквариум. В проеме стены ставим декоративную рамку в цвет подсветки. Внутри кладем пенополистирол, который защитит дно аквариума от механических повреждений и неровностей. Далее устанавливается сам аквариум. Затем надеваем подсветку и смотрим, насколько правильно были сняты мерки. Крышка проходит идеально. Можем приступать к монтажу нашей емкости. Итак, все готово. Аквариум, надежная подставка, грунт, предметы декорации, фильтр, терморегулятор и освещение. Пожалуй, можно начинать. Для начала распределяем ровным слоем по дну аквариума грунт. Прежде чем заняться декорацией, размещаем оборудование. Устанавливаем фильтр и терморегулятор. Поверх них ставим корягу, которая прекрасно маскирует их. Не нужно включать оборудование, пока аквариум полностью не заполнен водой. Далее берем скалу и опускаем ее на дно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Затем устанавливаем наш обломок истории в виде корабля. Следующими аквариум заселяют искусственные водоросли. Их у нас несколько видов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Затем устанавливаем наш оборудование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Аквариум начинает приобретать законченный вид и уже совсем нетрудно представить плывущих на дне этого города рыбок. Когда грунт засыпан, оборудование и декорации установлены, можно залить аквариум водой с температурой 25 градусов. Включаем оборудование, но крышку не устанавливаем. Далее постепенно переводим виновников торжества. Более подробное о переводе аквариумных рыбок смотрите в нашем специальном сюжете. Как правило, рыб стоит запускать по несколько штук за раз в течение нескольких недель. Но это не всегда возможно. Например, если в аквариуме территориальные рыбы, которые могут набрасываться на всех новых рыб, видя в них своих соперников. В таких случаях нужно запустить всех рыб сразу. Вначале кормить их нужно очень легко, а потом постепенно увеличивать рацион, пока не будет достигнут оптимальный уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 должен осуществляться каждую неделю. Одна треть от всего объема воды. Фильтр чистится в неделю один раз. Очистка грунта происходит также раз в неделю. Советуем добавлять разнообразие в рацион питания рыбок. Маловицев надо кормить растительной пищей. На этом все. Приятного всем времяпрепровождения в компании ваших любимых жителей аквариума. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал. В общем, дорогие друзья, активничайте!